Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем заготавливать на зиму квашеную капусту натуральным способом. Никакой воды и сахара. Капуста готовится в собственном соку. Получается хрустящей и очень вкусной. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Для заквашивания в осеннее время подойдут среднеспелые сорта белокочанной капусты. Зимой можно квасить капусту поздних сортов. Выбираем капусту с белыми мясистыми сочными листьями. Кочан по форме должен быть приплюснутым. Плоды ранних сортов для квашения непригодны. Разрезаем вилок на части для удобства в работе. И шинкуем капусту любым удобным способом. Если капусты немного, ее можно нарезать ножом. Для более крупных партий лучше воспользоваться специальными приспособлениями. Главное нашинковать капусту не слишком мелко. Затем добавляем к капусте, натертую на крупной терке, морковку. Из расчета на 1 кг чистого веса капусты 70 г моркови. Также нам понадобится каменная соль без каких-либо добавок. Ее нужно брать 20 г на каждый килограмм капусты. Хорошо все перемешиваем. Не жалкаем, а просто мешаем, чтобы морковь и соль распределились по капусте равномерно. Дальше берем стеклянную эмалированную или керамическую емкость подходящего размера. И выкладываем туда подготовленную капусту. При этом хорошенько ее приминаем. В итоге до края посуды должно остаться свободное место не меньше 5 сантиметров. Чтобы впоследствии сок, который будет выделяться, не вытекал наружу. Накрываем капусту плоской тарелкой. Ставим сверху груз в виде 3-х литровой банки с водой. И накрываем всю конструкцию марлей. Оставляем капусту в таком состоянии при комнатной температуре на 5 дней. При этом, начиная со второго дня, прокалываем капусту деревянной шпажкой по 2-3 раза в сутки. Таким образом мы выпускаем появляющийся в процессе брожения газ. И избавляем капусту от горечи. Груз каждый раз возвращаем на прежнее место. Следим за тем, чтобы капуста все время была покрыта соком. Если капусты много, может понадобиться более тяжелый груз. Через 5 дней пробуем капусту на вкус. Если хочется покислее, оставьте ее бродить дальше, еще на пару дней. На длительности процесса сказывается сорт капусты и температура воздуха в помещении. Готовую капусту нужно обязательно проветрить. Выкладываем ее в широкую миску. При этом капусту хорошо перетряхиваем и оставляем примерно где-то на 1 час. Таким образом мы насыщаем капусту кислородом и избавляемся от резкого запаха. Спустя указанное время раскладываем капусту по банкам. Они могут быть любой емкости. Главное, чтобы были чистыми и сухими. Закладывать капусту нужно максимально плотно, чтобы не оставалось пустот. Сверху вся капуста должна покрыться соком. Закрываем банки капроновыми крышками. Хранить такую капусту надо в прохладном месте, будь то погреб или холодильник. Из 3,5 кг свежей капусты у меня получилось 3 литра квашеной. И примерно 300 г сока. Его можно потом доливать в капусту или использовать для приготовления капустняка. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!